Медовик на сковороде Крем будет просто сказка! Обязательно приготовьте этот торт и порадуйте свою семью вкусным домашним медовиком! Смотрите видео и готовьте вместе со мной! Сначала мы приготовим вкуснейший заварной крем с вареной сгущенкой. Для этого крема нам нужны будут следующие продукты. 700 мл молока, 4 желтка, 160 г сахара, 4 ст. л. кукурузного крахмала или 60 г, кому как удобнее отмерить, 200 г мягкого сливочного масла и 200 г вареного сгущенного молока. Масло и сгущенное молоко отставили в сторонку, оно нам пока не понадобится, пусть стоит на кухне при комнатной температуре и расстает. Размешали желтки, добавили сахар, чуть-чуть молока. Сначала готовим заварной крем. Яйца у меня домашние, поэтому желтки невероятно яркие, солнечные такие. Добавляем кукурузный крахмал. Смотрите, его можно заменить мукой, его можно заменить картофельным крахмалом, только добавлять половину порции картофельного крахмала. Размешали, комочков нет и теперь два этапа выливаем молоко. Раз и два. Можно для этого торта сделать обычный заварной крем, но поверьте, этот крем такой вкусный, хорошо пропитывает коржи. Выливаем основу для заварного крема в костюмин. Теперь ставим вариться наш заварной крем на огонь, при этом постоянно его нужно будет помешивать. Смотрите, крем густеет, на вид как лимонный. Вот, смотрите, варим до загустения. Я не засекаю время, вы смотрите, вот на крем, действительно густой. При остывании крем станет еще гуще. Выключаем огонь. Крем готов. Можно таким кремом промазать коржи. Его получается достаточно много, хватает на этот торт, поэтому вы уже выбирайте сами, какой крем готовить. И по вкусу, и на сладость, он уже готовый крем. Крем перевела я в другую емкость. Теперь накрываем пищевой пленкой контакт-контакт, чтобы не образовывалась корочка. И выношу его на балкон. У меня сейчас там прохладно. Крем нужно остудить до комнатной температуры. Теперь готовим тесто на медовый торт. Нам понадобится 4 яйца, 150 граммов сахара, 1 чайная ложка соды с горой, 4 столовые ложки меда и муки. В миску выкладываем 4 яйца, 150 граммов сахара. Размешиваем венчиком. Добавляем 4 столовые ложки меда и добавляем соду. Еще раз хорошо размешали. Массу ставим на водяную баню, практически закипела. У нас вода. И теперь постоянно, 5 минут помешивая, держим нашу массу на водяной бане. Постоянно помешивая. Время засекаем и работаем. Главное правило, миска не должна касаться кипящей воды. Масса слегка вспенилась. Смотрите, 5 минут мы держали ее на водяной бане. Что мы теперь делаем? От общего количества муки я набираю стакан муки и размешиваю. И продолжаю массу уже с яйцами и с мукой держать на водяной бане еще 5 минут. Вот так, постоянно помешивая. Смотрите, водичка слегка кипит. И продолжаем. Мешать. Рука, конечно, у вас будет болеть. Накачаете себе бицепсы. Сняли тесто с водяной бани. Смотрите, масса у нас однородная. Теперь добавляем муку. Муку добавляем частями. Первую часть муки я еще перемешиваю венчиком. А потом уже буду замешивать тесто ложкой. Сразу же вымешивая медовое тесто, я прям в миске. Оно должно быть плотным. Немного муки оставим для присыпки. Когда мы будем раскатывать коржи. А теперь хорошо вмешиваем муку в тесто. Тесто не кипяток. Оно горячее, но в меру. Легко можно замешивать руками тесто. Когда тесто уже больше такое вот тугое, его неудобно замешивать в миске. Поэтому я уже переложила тесто на стол. И вымешиваю на столе. У меня сковорода в диаметре 20 сантиметров. Немножечко больше. И я взяла очень удобно брать крышку с кастрюли. И буду обводить. Это будет мой шаблон. Смотрите, вот таким тугим должно быть наше тесто. Разделяем его на части. Сначала пополам. Тесто до сих пор ещё тёплое. Не нужно оставлять его на столе. Теперь берём каждый кусочек теста. Разделяем ещё на 4 части. Раз, два. Вот 4 кусочка. Мука нам ещё понадобится обязательно для раскатки коржей. Сначала пальцами размяли, а потом скалкой раскатаем. Сковороду включили нагреваться. Сковорода должна быть с антипригарным покрытием. Не нужно не смазывать её ничем. И теперь как можно тоньше раскатываем коржи. Если у вас будет мягкое тесто, оно будет очень липкое. Приставать к поверхности стола вам будет неудобно его раскатывать. Неудобно переносить в сковороду. Когда я приготовила первый раз этот торт, мы жили на съёмной квартире. Духовки не было. Муж говорит, а как ты сделала? Говорю, а вот так, на сковороде. Прекрасный получился торт. Даже никто бы и не подумал. Вот смотрите, как удобно работать с этим тестом. Не прилипает. Тонко раскатываем. Раскатали. Теперь берём крышку и обводим её ножом. Обрезки собираем в кучу. Теперь на горячую сковороду переносим наш корж. Смотрите, легко, без всяких усилий. И поджариваем с обеих сторон. Вы посмотрите, какое чудо у нас на сковороде. Берём и переворачиваем. Коржи готовятся очень быстро. Только я успеваю их переворачивать и раскатывать. Второй корж готов. За полчаса я напекла целую кучу коржей. У меня ушло 600 граммов муки. И на подсыпку, и на замес теста. Это общее количество муки, которое я использовала. У меня получилось 9 коржей. И вот эти остатки для обсыпки торта. Я хочу сегодня сделать высокий торт. Диаметр моих коржей в неиспечённом виде был 20 сантиметров. Сейчас 19. Немножко в диаметре уменьшились. Коржи прекрасные, мягкие. Выпекаются очень быстро. Пузырчатые. Медовик на сковороде будет просто сказка. Теперь доделываем крем. В пышную массу взбиваем мягкое сливочное масло. Теперь к взбитому маслу я добавляю сгущенку и риска. Уменьшила обороты. Работаем быстро. Достала крем. Снимаю кремку, заварной крем. И ложкой набираю и добавляю крем. Такой красивый, яркий, жёлтый. Мой крем готов. Смотрите. Девочки, какой же он вкусный. Невероятно вкусный. Хорошо пропитывает медовые коржи. Обязательно попробуйте его приготовить. А вот и крошка для посыпки торта готова. Осталось уже в самое малость собрать торт в единое целое. Дно смазываем кремом. Он по структуре получается, этот крем, как заварной. Но только, вот знаете, по вкусу он намного вкуснее. Выкладываем первый корж. И хорошо этот корж смазываем кремом. Скажу вам сразу, что этому торту нужно дать время пропитаться. Минимум 6 часов. А то и лучше на ночь оставить его в холодильнике. Поверьте, невероятно вкусный будет торт. Коржи у нас пузырчатые, поэтому нужно правильно выкладывать их, чтобы тортик был как можно более ровным. Крема кладу много, так как он еще впитается. Все забываю. У меня ведь есть разъемное кольцо, поэтому тортик буду собирать в кольце. Так намного удобней, поверьте. А то если накладывать много крема, у вас тортик может просто поплыть в сторонку. А так форма разъемная будет сдерживать ее. Не забывайте, что нужно оставить крем для обмазки боков торта и верха. Тортик у нас будет высоким. Мне понадобилась бордюрная лента. Смотрите, сверху можно установить какой-то груз. И буквально на пару часов нужно оставить торт в холодильнике, чтобы он присел, выровнялся. И потом остатком крема мы промажем бока торта вверх. И украсим торт крошкой и ягодами клубники. Достали торт с разъемной формы. Снимаем бордюрную ленту. Вы только посмотрите, какой красавец у нас. Вы видите? Торт этот украшу очень прост. По центру у меня листики мяты. И по краям у меня будет клубничка. Разрезала ее на половинки. Торт Медовик на сковороде готов. Мягкий, вкусный, нежный медовый торт. Крем просто восхитителен. Украшения простое, оригинальное. Мне тортик понравился. Надеюсь, и вам тоже. Радуйте свою семью только домашними тортами. Они самые вкусные. Мне осталось на камеру попробовать торт. Скажу вам честно, нереально мягкий и нежный. Пористые коржи. Я думаю, вам хорошо видны они. Коржи с ароматом и вкусом меда. Для меня это нонсенс. Приготовить медовик на сковороде. Я была так рада и удивлена результатом. Всем желаю удачной выпечки. Радуйте свою семью только вкусными, ароматными, домашними тортами. И главное, что хотела вам сказать, что торт в меру сладкий. Вот не приторно сладкий. Ешь его с удовольствием. Подписывайтесь на мой кулинарный канал. Подписывайтесь на мой семейный канал Дружная Семья. А с вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok